МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации Толерадо-компании Гомель. У студии Наталья Игнатенко. Доброй ранеце. Сегодня у Гомеля протягнется пятый международный турнир по футболе сирот студентских команд Кубок Героев Чарнобыля. ГТС-поборнествы, что год проводится у одной из краин, наибольшь потерпелых годовары на ЧАЭС и ладзится у годовину трагеды. С паборнествы турниру распочалися напереды дни у областным центры, а до этого отделники и организаторы побывали у Брагине, где на урочистом митингу реквиему шановали память о хвер Чарнобыля. О 15-й године центральная площа поселка заполнилась людьми. Они обступили памятник ликвидатору Василю Игнатенко и монумент отселенным вёскам. Брагин – центр одного за наибольшь потерпелых от Чарнобыльской бяды района Угомельщины. После аварии район стратил две трети же хоров и населенных пунктов. Значная частка площадей стала непридатной для життя. Авария на ЧАЭС унесла життя и забрала здоровье многих людей, які уступили униоронное супредстояние с катастрофой. У память об них вели намовчання, кветки и вянки. Чарнобыльская трагедия настолько огульная, что объеднувывая людей наводз далёких краин. Вот столько лет уже прошло. Вот сегодня мы обязательно приехали. Мы так хотели бы, что в мире всё спокойно, счастье. И отлично меня желаю от всех местных белорусского народа жить спокойно, тоже счастье. Не обойшлось и без подарунков. От областной федерации футбола и управления спорту местовым подрастающим футболистам уручили комплект мячей, які яны одразу ж поспехово протестировали на практице. Тепер гулять у футбол буде яще приемні. Кубок Героев Чернобыля – это именно как такая дань уважения тем людям, которые 29 лет назад отдали свои жизни и свое здоровье на ликвидацию этой катастрофы. Ну а спорт – это как продолжение жизни, здоровый образ жизни. А минавито футбол – один из самых массовых и популярных видов спорту. Тому и он и обранный для притягнения уваги до чернобыльских проблем. На пресс-конференции, присвяченной турниру, присутничали як его организаторы, так и те, кто непосредственно был у Чернобыля в той страшный день. Яны ведаю, як это было не по чутках. Чтобы закрыть эту трагедию, люди со всего Советского Союза просились на Чернобыль, шли эшелоны оказать помощь, уберечь ситуацию. Это памятно исторически. И на этой эпопее, на трагедии, на герои, которые проявили люди в то время, в те дни, мы должны уделять особое внимание и воспитывать нашу молодежь. Год мы готовились к этому турниру. Готовили приказы, распоряжения, были планы совместные, готовилось положение, готовились объекты для проведения соревнований, питания, проживания. Я думаю, что наши участники соревнований оценят тот большой труд, который вложили организаторы и непосредственные исполнители. Ну а у понеделок стартовали уласно с поборництвы. Удельники команды Гомельского университета имя Франциска Скарыны, держу университета в учебно-новуково-вытворчего комплекса «Российского орла», Киевского национального гандлево-экономичного университета и техничного университета Молдовы. На протягу трех дней команды проведут однокруговый турнир. Матчи проводятся на стадионе 8-й спортшколы на улице Сожской у первой полови дня. В стартовом поединке гомельчане разгромили Молдаван с ликом 5-0. Переможца ж усяго турнира вызначится 29-го красавика. Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, Александр Александронец. Телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У рамках городского дня ховы працы у Гомеля отбылся выездный семинар нарада. Он был организованный управлением по праце занятости социальной обороны Гарвы Конкама и пройшел на базе экспериментального сортовального биомеханичного завода КУП «Спецкоммунтранс». Головная мета выездного мероприемства – пропаганда и расповсюдживание передового в опыту о галине аховы працы. Вероника Ворошилина, Протягни. Первый у республицы экспериментальный сортовальный биомеханичный завод у склад коммунального унитарного предприемства «Спецкоммунтранс» был включен в 2007 году. Что дня без выходных тут ожидается сортование сметия от дробных бытовых до буйно-габаритных отходов. После чего отбывается их перепрацовка. Максимально на заводе перепрацовывают до 70 тысяч тонн отходов у год. По опошней час упор стали рабить на раздельный сбор. У выникуз яху отрымливают полимер пяшчаные люки, бордюры, тротуарную плитку, декоративные слупы, горшки и шмат инших корыстных у господарцы рэшов. Что тыжится питанием аховы працы, что разглядались подчас выездного семинара нарады, летость на этом предприемстве отбылся несчастный выпадок со смертным заходом. Трагичная падея безумовно примусила керавництва озробить истотные высновы. Усилена и служба охраны труда, усилен контроль за стоянием оборудования, ликвидированы возможности повторного случая такого, установлены дополнительные защитные устройства, проведенный большой комплекс по обучению работающих. Проведение подобных выездных семинаров для Гомеля не уновинку. У делу их регулярно принимают керавники и специалисты разных организаций города, а так само профсоюзные работники. Головная мета – пропаганда и распосудживание передового опыта у голени аховой працы. Вот эти посещения, они кроме того, что позволяют специалистам, руководителям организации города ознакомиться с предприятиями, ну где-то еще носят такой стимулирующий характер для руководства предприятия, чтобы немножко где-то еще даже навести порядок, сработать максимально с тем, чтобы исключить вот эти случаи на производстве. После наведывания вытворческих цехов и бытовых помешканий у завода отбылось апплинарное посереджение. По час яху обмерковывались и наибольшие важные пытания по охове працы и были вызначены полные задачи по ликвидации недохопов. Практика показывает, с уместными намаганиями, значительно простее – выключить выпадки прационного травматизма, как на особенно взятом предприятии, так и в городе в целом. Вероника Ворошилина, Валерия Гопанько, телерадуя компания «Гомель». Сегодня в управлении Державного комитета судовых экспертиз по Гомельской области отбудется день открытых дверей. Он будет ладиться с 14 до 16 годин. Мероприемства будут организованы на территории ля лабораторного корпуса, а так само в его кабинетах и фойе першого и другого поверха по адресе «Гомель» в улице Ландышева, 19. У дельников чекает демонстрация практичных навыков специалистов при работе на оглядах мест создарений, ознаймлении с их махчимостями при выполнении разных видов экспертиз и доследований, огляд выставы техничных сродков и специального обсталявания. Основные меты дня открытых дверей – информование громадской об направлении деятельности Державного комитета судовых экспертиз, популяризация службы, патриотичное выхование и профессийная ориентация подрастающего поколения у год молоде. Мы приглашаем жителей города и области узнать о специфике профессии экспертов Государственного комитета судебных экспертиз. Ну а студентам, которые еще не определились в выборе профессии, можно прикоснуться к доселе неведомому, ну и может быть эта уже профессия будет смыслом их всей жизни оставшейся. Гомельский палацово-парковый ансамбль Гомельский палацово-парковый ансамбль долучается до святкования 70-ти годов перамоги. 9 мая частка его территории набудя выгляд конца 40-х, початку 50-х годов, минулого 100-х годов, а на Олег з'явятся люди у военной формы и хромадзянским одзенитых часов. Якобы и нутцы у атмосферы послевоенного Гомеля ведает Олег Синсерову. Каким был Гомельский парк на проконце 40-х годов минулого 100-х годов, во всех дробязях, докладно неведомо, але о почне годы шмат чагов все-таки отрымалось одрадить. 9 мая гомельчанам покажут миновито той, послевоенный парк. У вугле Гомельский парк был закладен в другой полове 18-го 100-х годов, але с того часу значно змянился. Только в минулом 100-х годе отбиток на его выгляде покинули Першая Сусветная война, Костричинская революция и Великая Очинная. Заховалась военная хроника, у якой Гомельский парк можно убачить одразу после вызволения. Каким чином отбывалась его дальнейшая реконструкция, докладно неведомо. А тому, как доведаться об его выгляде у период конца 40-х, початку 50-х годов, у администрации Парасово-Паркового ансамбля звернулись за допомогой даже хоров города. В раз интернет их запросили дослать под оздымки, зробленные у той период. Мы просто хотели восстанавливать Дворцово-Парковый ансамбль, и нам нужны были каждые факты, как фонтан выглядел, какие скульптуры находились на территории Дворца. Собирали такую историческую информацию именно послевоенного парка. Зараз отриманные фотодокументы уважливо выучают специалисты Парасово-Паркового ансамбля. По установе погаджаются вернуть усяму парку облича 70-х годов и давнины немогчимы. Але частка территории 9 мая былы выглята 3 мая. Уже на уаходе будзе установлены великий баннер с боявой парка тых часов. На его фоне можа зарабіць потаздымок любы жадаючы. У администрации Парасова-Паркового ансамбля кажуть, што эффект присутности будзе повным. Допомнить яго послевоенная реча, яке будзе демонстравацца, ад лялькі в форме червоной армейца, да вырабленыга на заводе имя Арджанникидзе рады ё приёмника «Москвич». Будзе навыц гандлёвая кропка у стыне 50-х. В связи ёсь домовленность об тым, что артысты областного драмтеатра перапранутся у грамадзянской адзенья тых часов, а члену военно-историчного клубного объединяя «Гонор-мундира» можна будзе убачить ў форме военнослужащих. Яныш привезусь ізаправданую военную технику, яка я знаходялся на узброенні советской армии амаль 7-10 годів тому. Мы будем делать антураж военный, соответственно, какие-то патрули, атмосферу офицеры с дамами. Ну, вот такая наша тематика. Но остальное уже интригует организаторов. Олег Сентяров, Ёлкен Макеенко, Игорь Мариченко, телерады компания «Гомель». Опошні 12-й полфінал народного супершоу «Я могу» да умагчымась пройсті ў фінал працтавнікам нашага регіона. Удзельнікам гомельской студыі театра і танца «Лівень». Зараз творчая пара рыхтуецца да наступнага этапу конкурсу. 30-го красавіка ім вельміс патрыбіцца патрымка земляков. Рэпарташка Цярыны Жданович. Назва гомельскага танцавальнага колективу «Лівень» у васабленні життя і творчасті, яка ільецца як дождь. У підтвердженні гэтаму дойат Геннадзі і Юлі. Дзевчина вучиці на економіста, молоды чалавек па професій інженір. А лі дзейнасть у такіх сферах, не звязаных з творчастю, не перешкоділа молодым людям стаць пераможцамі і дапламантами шматлікіх республіканскіх і міжнародніх танцевальніх конкурсів і фістывалів. А яще някалькі годів тому яни тільки починалі своє знайомство з танцем. У полфіналі народного шоу «Я могу» танцівальна пара пропонувала емоційну хореографію і саправдні життєві пачутці. Жури шоу були настільки уражені танцем, що навіть обвинувателі пару ухлусні. Міна Вітагета і забезпечила поспіх гомельській пари на телевізійній сцені. Творчий дуэт «Лівінь» – адзіна, хто представить наш регіон у фіналі шоу. Були достойні виходи в фінал. Подтримайте танцівальний дуэт «Лівінь» про допомозі телефонного звонка і відправки смс-повідомління. Трумфатора визначить виключено телеглядачим. Глядіте народне шоу і голосуйте за наших. Катерина Жданович, Сергій Лукашук, телерадиокампанія «Гомель». І на гэтым наш раннішній випуск завершений. У студій працювала Наталія Ігнаценка. Добрых вам новинів і до нових зустріч у ефірі. Добрых вам новинів!